Первоначально гонбол задумывался как исключительно женская игра, созданная в качестве альтернативы футболу. Это потом уже, когда в него стали играть и мужчины, поползли слухи, что это якобы не женский вид спорта. Но вы даже не сомневайтесь, что и девчонки с ним легко справляются. Волгоградские спортсменки гонбольного клуба «Динамо» доказали это в очередной раз, привезя в родной Волгоград заслуженные награды. Девушки завоевали серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в Черногории. За нее выступали шесть «Динамовок». Естественно, мы рассчитывали заранее на первое место. Тренировки были интенсивные, конечно, было тяжело, где-то не тяжело. Игры все считались тяжелыми, соперников нельзя недооценивать. Поэтому каждая игра была тяжелой, мы боролись как могли. Я думаю, что самым тяжелым это все-таки была финальная игра. Она как бы была уже, наверное, на усталости. Но все же мы готовились к ней очень серьезно и, естественно, рассчитывали на первое место. Но, ну, вот так, значит, удача была на их стороне. В финале мы играли с командой Дании. Это наш самый тяжелый соперник по всем соревнованиям. Что на прошлой Европе, в прошлом году мы играли с ними также в финальной игре. Игра также была тяжела, как и в этом году. Но в том году нам повезло немножечко больше. И мы урвали победу буквально на последних так же секундах, как и они в этом году урвали у нас. Мы приняли хорошо нас. Вот. И еще, ну, понравилось то, что очень много болельщиков за нас болело. Мы даже сами не ожидали. Там был полный зал. Люди нас поздравляли. Жали молодцы. Я занимаюсь с 11 лет. Ну, занимаюсь уже 7 лет. Вот. Мы были чемпионами Европы. Чемпионат, ну, на чемпионате мира вот второе место заняли. Ну, я пока надеюсь продолжить свою карьеру. Вот. А в дальнейшем уже будет видно. В финале турнира сборная России с минимальным счетом уступила сборной Дании 26-27 и завоевала серебряные медали. Обидное поражение, конечно. Но, тем не менее, второе место – это хороший результат. И, как говорится, есть у этих девочек будущее. Мы, в принципе, надеемся, что они со временем придут в нашу команду и укрепят ее, усилят. И с них в дальнейшем может получиться хорошие игроки. Конечно же, при определенной работе от них. От понятия того, что от них требуют и что они сами хотят. Мы начинаем чемпионат 12 сентября в городе Майкопе. Задачи, в принципе, стоят тоже у нас одни. Ставим перед игроками, перед собой ставим задачи. Задачи отстоять звание чемпиона России. По ходу группового турнира чемпионата россиянки переиграли сборные Конго, Черногории, Казахстана и Румынии. В упорном матче четверть финала в дополнительное время россиянки вырвали победу у сборной Швеции, а в полуфинале уверенно переиграли норвежек. В финальной игре со сборной Дании россиянки пытались вырваться вперед. К последней минуте матча на табло было 26-26, и в последней атаке датчанки сумели забросить победный мяч. А серебро чемпионата мира – огромный успех российского ганбола.